здравствуйте друзья вы видите у нас скопище гостей давайте представляться с мамы начинаем мама наташа папа олег папа олег старший сын дима так младший сын Артем 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 не Тимофей Артем Артем хорошо как давно вы прибыли три дня назад так откуда прибыли из Харькова как там Харькова хорошо тепло было когда мы уезжали хорошо три дня назад было тепло то есть там 10 марта апреля хорошо теперь у вас такая история нетривиальная вот у мамы в частности ну расскажите вообще как вы в Америку попали расскажите вот это так я вопрос поставлю вообще а вы же как хотите тогда отвечайте наша семья приехала в Соединенные Штаты Америки по Green Card и B1 это Green Card предполагает въезд людей с экстраординарными способностями и соответственно перевоз с семьи с собой тоже то есть если кто не пачу экстраординарную людину да то вот у нас пожалуйста есть в чем ваша экстраординарность рассказывайте звучит конечно очень так пафосно экстраординарность даже как-то неприлично да и очень не скромно ну вот и перевод такой если говорить дословной экстраординарность состоит в том что я как специалист в области экономики ученый по экономике соответствую критериям давайте так там есть десять разных критерий да да достаточно трех чтобы получить Green Card но когда адвокаты подают они говорят надо подавать чтобы там побольше было ну может быть там 5-6 чтобы там если они где-то сочтут что это не проходит вы подавали на сколько 7 наша петиция была 7 из 10 сколько прошло 7 из 10 прошло опаньки ну расскажите так чтобы ребята понимали о чем речь за что за что дают критерии следующие наличие публикаций которые индексируются в журналах наукометрических баз данных ни одна ни две статьи ни три и наукометрические базы данные не местного масштаба а признанные на международном уровне а сколько нужно статей у меня публикации всего около ста из них статей наверное половина когда же вы успели то что каждый день что ли публикуете ну я не такая молодая как выгляжу ну наверное наукометрических до 20 послушайте но вы публиковали что на английском языке или и на английском и на русском и на украинском то есть есть и на русском и на украинском такие наукометрические издания которые засчитываются совершенно верно замечательно по экономике что неожиданно по экономике да совершенно верно да да второй критерий участие в конференциях желательно чтобы они были уровневые я имею ввиду международные конференции вы ученую степень имеете да я имею ученую степень так скрываете коктейль кандидат наук так хорошо это требуется это тоже один из критериев наличия ученой степени или это не обязательно не обязательно нет это не было отдельным критерием это было как одно из доказательств под определенные критерии но это не это не обязательно хорошо итак публикации мы поняли выступление на конференциях я понял дальше далее участие в ассоциации специалистов это может быть какой-то небольшой и замкнутый круг специалистов определенного уровня которые не работа которых не оплачивается то есть на волонтерских началах ассоциативно я некоторое время участвовала в такой организации как совет молодых ученых и несколько лет подряд возглавляла его то есть это было как какого-то региона университета в котором я работала ну хорошо а вам приходилось вот когда вы сказали себе мы пойдем как вот там экстраординарные экономисты вам приходилось для этих семи критериев что-то такое специально делать чтобы было 7 а не 6 или там 5 то есть специально дооформлять задним числом в догонку ну например если у вас 100 публикаций они уже написаны и опубликованы если вы участвовали в 30 конференциях то они вы участвовали у вас есть там документальное подтверждение но вот допустим участие в ассоциации какое-то как вы сказали может быть вы специально вступили чтобы было больше я не знаю нет мне ничего не нужно было делать потому что в ассоциации я имела членство до появления младшего на свет поэтому совершенно ничего не нужно не по одному критерию давайте так чтобы не уходя долго а вот так еще что там у вас еще что судейство других оно так и переводится судейство других то есть что здесь я несколько лет подряд выступала членом жюри и апелляционной комиссии жюри и олимпиады студентов олимпиады школьников и выступала экспертом по научным публикациям и по научным трудам тех соискателей которые претендовали на получение ученой степени кандидата наук соответственно я выступала экспертом понял плюс оппонентство это тоже как экспертиза на защиту да на защиту совершенно верно а еще что следующий критерий следующий критерий доказательства роли в ведущей роли в своей организации на основе ну здесь уже была совокупная и статьи и должность и да и доказательства других людей обо мне то есть свидетельства свидетельства совершенно верно что здесь еще было в качестве критериев в качестве критериев те разработки которые я осуществляла были да были внедрены в производство то есть практическую деятельность слушайте а в вашем институте где вы там работали не то что сейчас весь институт снимется и поедет у вас такое дело нет я думаю дело в том что я не афишировала свою деятельность но они вас сейчас увидят свою деятельность ну смотри там на что в добрый час я скажу ну да в добрый час хорошо так такой вопрос к этому ко всему это расходное занятие в каком смысле расход ну нужно было потратиться на что-то на оформление ну только на адвоката на адвоката на адвоката на адвоката по чем адвокат ну индивидуально это все да наверное я не могу говорить потому что мы подписывали документы понял контракт контракт ну скажем так это порядка как вот люди на политику там подают или дешевле или дороже я не знаю дело в том что сколько на политику это может стоить скажем восьми до десяти тысяч например да это это такого же порядка да хорошо теперь вы когда интервью в посольстве проходили в Киеве они к вам доброжелательно отнеслись или удивились такие страны типа что за люди такие очень доброжелательно причем интервью сразу начали проводить на английском языке только на английском и поинтересовались относительно работодателя а вот у меня была переписка конечно же с работодателями с отдельными я сказала что конкретного предложения нет почему потому что каждый работодатель американский требует наличия кандидата именно здесь в штатах они не рассматривали меня как ту которую можно нанять из-за рубежа ну это не было обязательным условием нет для этой визы абсолютно это не обязательно с мужем они беседовали с ребятами ну мы уже спросили с мужем беседовали и в прошлом году потому что мы были уже в Америке в прошлом году ездили и я ездил на конференцию это была конференция в Лас-Вегасе поэтому нас офицер который принимал у нас документы американские он вас узнал да он нас узнал вот то есть сначала мы ехали по буквально по моей части по моей конференции вот а в этот раз мы уже ехали по супруге по Наталиной по Наталиной визе вот поэтому он был знакомым и очень доброжелательно от него ну что же хорошо ладно так за эти три дня вы что-то познали тут на местности познали так расскажите давайте знаете что давайте с мальчиков начнем они же все-таки так как-то переехали вот как дети воспринимают интересно взрослые понятно ну там можно поговорить ну вот у детей первое впечатление вы знаете Михаил у них столько вопросов на которые не на все мы можем ответить ну например а почему здесь вот так а почему мы должны так переходить а что она сказала а это мы можем взять а как это работает а это выключается не выключается хотя они с нами путешествуют хотя они ездят мы их часто с собой берем куда-то когда мы выезжаем особенно с так но они на позитиве на позитиве да на позитиве а почему она вот так идет а что сказал а показал а как нам а вот этническое разнообразие они отмечают как-то про себя или они не видят разницу ну вы знаете да ну очень чистый воздух и очень много зелени везде зелень ну у нас такого нет прям по дороге идешь и там зелень я все фотки друзьям выставила на каждом ну подождите что же в Харькове нет зелени? нет в Харькове есть зелень только не столько много как здесь как интересно мне казалось что Украина вообще очень зеленая все не не украина не такая зеленая как здесь разная бывает не тропики разная не новая белая в больших городах конечно меньше зелень это правда тут у нас село такое этнически этнически они привыкли к разнообразию поэтому для них это не было так шоу этнически Дима был в Европе например мы его брали с собой вот поэтому для него это не такой уж так а с точки зрения продуктов питания вам эти понятны продукты или думаешь гости что же они едят тут сегодня сегодня я испекла оладьи не такие как дома но но вкуснее вкуснее расскажите где вы живете где вы печете то все это сейчас временное у нас жилье вот через дорогу от вас живем но временно вы как туда попали что это это через Airbnb то есть это просто в доме в квартире квартира да это квартира это апартмент но с условиями такие как гостиница то есть мы должны допустим заселиться до определенного времени выселиться до определенного времени вот то есть вы там не одни гостиничного типа нет не одни Нет, в квартире мы одни, но в квартире такого, как в гостиничном. Тупая другая партнер. А, об этом в Авалоне. Об Авалоне. А, ну да, там очень много такого. Там очень дорогой комплекс, и там люди не очень снимают по 5 тысяч за месяц. Ну да, то есть там условия съема такие, как в гостинице. А по чем с вас это все? Сколько стоит в Авалоне? Получается за один день 160 долларов. Ну, я вам скажу, это недорого. То есть за 160 вы в плохонькой гостинице можете так... Да, но мы бронировали это заранее, вот поэтому получилось дешевле. И мы там сделали нам скидку. Окей. Да, мы попросили скидку, сделали скидку. Видит симпатичный. Да. Хорошо, вы снимаете сейчас жилье, ищете, что делаете? Вот сейчас, сегодня ходили с утра, пошли, и по улицу, есть улица у вас Лайтам Стрит. Конечно. Вот, и пошли по этой улице просто пешком смотреть, какие есть варианты. Она вся в этих комплексах? Да. Она вся в комплексах, в гостиничных комплексах. Есть разные комплексы, и на вкус, и на цвет. Ну, это называется апартмент комплекс. Да, это апартмент комплексы, и можно, в принципе, выбрать и по цене. Разные по цене, причем разные по качеству. Давайте так, вам, когда на вас смотрят, вам говорят, что вы должны, там, скажем, брать, взять на там 2-bedroom или... Обязательно 2-bedroom. Обязательно 2-bedroom, да. Причем у них в требованиях прописано от 4 до 5 человек только 2-bedroom, минимум 2-bedroom. Мы не можем, даже не просить тех. Хорошо, вы приценились к 2-bedroom. Почем 2-bedroom, вот тут у нас напротив? 2-bedroom и напротив, 2 600 без оплаты... Без билов. Да, без оплаты электричества, газа, воды, газа, мусора. Ну, это еще ничего. Причем нам сказали, извините, потому что вот у нас сейчас растут цены, потому что растущий сезон. Если бы приехали в октябре, было бы намного дешевле. Ну, я бы сказал, если бы приехали в мае и в июне, было бы еще дороже. Поэтому вы еще не так плохо приехали. Да, но нам еще сказали хорошую новость, потому что мы сразу спрашивали по поводу изменения цены. И нам сказали, что по закону штата Калифорния мы не можем менять цену по контракту. Ну, это в пределах 3%. Это не штата Калифорния, это в городе Маунтин-Вью, который там через дорогу, на последнем референтуме, который он был в ноябре, было принято решение ввести то, что называется рент-контроль. Поэтому, вот вы возьмете сейчас за 2 600, например, да, а пройдет, там, я не знаю, пару лет, если вы останетесь в этой квартире, и такая же квартира, вот она же, вот через дорогу, например, в другом городе, уже будет стоить не 2 600, допустим, а 4 200, а ваша будет стоить 2 700, потому что она там больше, там, маленького процента, не могут поднять. Это, кстати, действительно так затягивает. Да, молодой человек, хочу сказать, что я хотел сказать. Да, ну, примерно зелени тут больше на 10%, я думаю. Я боюсь, это блогер простит. Сразу оценку реальности. Он любит поговорить, но я и говорю, блогер. Не могу терпеть, смотри. Все правильно, все правильно, я сам такой, только вся разница, что я уже постаркал. Вот, тоже, у меня уши торчат нормально, вот, да, значит, теперь, что сказать, меня в детстве звали Мишка Ушастик, был такой мультик, меня дразнили. А я его уже назову Лунтик. Лунтик? Ну, Лунтик даже лучше. Вот, значит, планы какие на жизнь? Ну, приехали, это понятное дело, тут солнышко, зелень, там, и дальше, что с вами будет? Дышится хорошо. Дышится хорошо, да. Планируем вначале Олега в школу к нам. А он по-английски говорит? Конечно, говорит. Да, я говорю по-английски, у меня работа была связана с командировками международными, поэтому я 4 года проездил в командировках, ну, в разных странах. Скажите, чем занимались, что всем же интересно. Занимался, мы бизнесом занимались, это словацкая компания, которая занималась медицинским бизнесом. Вы чем занимались? Конкретно я занимался работой со своими клиентами, это доктора, которые делают различные кардиохирургические операции. То есть это кардиохирурги, в основном, но это заведующее отделение. Не только в Харькове? Не только, это по всей Украине, и наша компания была, ну, это 4 страны. Она вела бизнес в 4 странах, Словакия, Украина, Польша и Чехия. Вот в 4 странах. То есть это был путешественник, я понял. Да, ну и мы путешествовали, в том числе и с докторами, с нашими и по Европе, и в Азии были, и в Америке. А по образованию-то вы кто? По образованию я экономист. Ну, у меня получается... О, по-моему, что ли? Да, автодорожник. Да, ну, получилось так, что я стал экономистом и проработал после этого 11 лет в банковской сфере еще. Финансистом и страховщиком. Банкир? Банкир. Так, хорошо. У меня такая история, да, немножко меня то туда, то сюда, но... Теперь еще и тестер. Да, да, вот программистом я просто с компьютерами всегда был на «ты», и мне нравилось. У меня папа программист, вот он сейчас... Я себе представляю, на чем он работал, так. Да, ну, больше низкоуровневое программирование, ассемблеры, такие вот. Хорошо. Так, значит, вы вперед его пускаете на тестера. Совершенно верно. Мамка что в это время делает? А мама за ним готовится. То есть не хотите двигать американскую экономику, науку экономическую? Вы знаете, Михаил, дело в том, что хотелось бы, но реально понимают, что ассимилироваться в американскую науку для этого необходимо не один год. Интегрироваться. Интегрироваться, да. Ассимилироваться с и интегрироваться в не один год. И этого времени, ну, нет, к сожалению, для того, чтобы там начать работать. И когда мне Олег сказал о том, как он себя видит, где он себя видит, я начала так рассматривать, изучать. Говорю, а ты знаешь, а мне тоже это нравится? А я тоже туда. Вот такой, знаете, уже такой пытливый. И я с тобой хочу туда же. Ну, что же, хорошо. Так, дело в том, что мы не один месяц уже смотрим ваш канал. И ребята смотрят? Ну, ребята смотрят тоже, да. Хром говорит, да, да. Тёма говорит, да. Да, да. Даже такие вопросы были, когда мы не раскрывали секрет, что мы переезжаем куда-то, и детям не говорили. Ну, и смотрели ваш канал, когда вы едете на машине с утра на работу. А Дима что говорил? И, Тим, что ты спросил, какой вопрос? Я говорю, зачем, мам, ты смотришь дядю, который рассказывает, как он едет на работу. Да, в Америке. В Америке дядя какой-то едет на работу, и мама это смотрит. Тоже каждое утро, и когда идёт эфир. Я знаю почему, потому что мы едем в Америку. Ну, что же, хорошо, хорошо. Мы тоже там, как бы, скрывали. Ну, там вообще время советское было, тогда это как измена родине, там в глазах масс. Хотя и сейчас тоже, вот если бы мы в Москве были, это было бы как измена родине. Но, во всяком случае, да, тоже скрывали, боялись, чтобы там не разболтала наша дочь. Но она держалась так, героически. Наши тоже держались. Ну, это, потому что неоднозначно даже сейчас воспринимается людьми. А что они говорят? Чем плохо? Мне казалось, что сейчас легче к этому. А в Польшу люди едут ничего? Массово едут. Массово едут, конечно, да. Часть едет в Польшу, часть в Россию. Потому что Польша предоставляет такие возможности. В Польше где-то около уже 5 миллионов украинцев. Работают или прямо живут? Прямо живут и работают, по неофициальным данным, около 5 миллионов уже украинцев. То есть там больше 10% населения? Так скоро же поляков не останется, будут одни украинцы? Да, потому что поляки все переезжают западнее в Европу. Да. То есть им не интересно у себя, они переезжают западнее, где... Рабочей силы нет, и нужно аж как-то компенсировать эту рабочую силу. Но тут они за счет украинцев это делают. Мы когда по Европе ездим, куда они приезжают, там всюду поляки работают. Да. Да. Интересно. Мы когда, да, в Лондоне были, девушка-официант подходит, а мы на украинском разговариваем. И она с нами. Вы что из Украины? Вы можете по-украински? Звычайно. Звычайно, так. С проможенной разговаривать по-украинскому. Так, так. Ох, еще. Ох, еще она забыла по-украинскому. И она на украинском. Вы из Украины? Нет, я из Польши. Но я вас понимаю. Ну, может. Да, ну, может. Ну, что же, хорошо. А действительно похожие языки или так не очень? Если знаешь русский и украинский, то практически все понимаешь. А если только русский, то учишься. Нет, если украинский именно так. Да, практически все понятно. Хотя у вас украинский не такой, как, скажем, там, у Западентьев. Ну, я хочу вам сказать, что вот мы были в прошлом летом в Ужгороде. И я несколько раз могла переспрашивать, что от меня хотят. Я не пойму. Потому что ударения другие, суржик, смесь языков ограниченческих стран. Я с парнем разговаривал, который в Чикаго живет. И там много народа именно из Западной Украины. И он говорил, что ему пришлось, он сам с Украины, но ему пришлось заново учить украинский язык. Потому что там не срабатывало. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Ну что же, хорошо. Ладно. Так с поиском жилья-то вы не определились или как? Уже определились. Определились. Ну, расскажите. Должны сделать нам ЭПРОЛ наших анкет и скажут нам в понедельник, согласны ли они нам сдать, либо не согласны. Ну, это сегодня у нас пятница. То есть, выходные они, естественно, не работают. А там дальше уже. Ну, что же, хорошо. Ладно. Ребятки, а вы уже спите ночью, а бодрствуете днем или еще не совсем? Ну... Так, а как же вы попали на океан? Я не знаю. Я не знаю. Наталья на океан. Нет, еще не были. А, ну, то есть. Ну, собираемся. Ну, хорошо. Как тут? Тут есть рядом океан, тут совсем близко можно дойти. Там 20 минут ходу. Но это залив только, не совсем океан, а такой залив океанский. Ну, там болот всякие, там перегноги. Ну, они скоро дни через 30, может, или больше. Хорошо, скоро поедем, Артем. Пока еще не адаптировались Михаилу. Хочется океан к океану. Ну, мы вот с Тёмой просыпаемся часа в 3-4. Вот сегодня в 4 проснулись. Вчера вообще в час ночи проснулись и не могли заснуть. Ну, это быстро пройдет. Еще неделька и будете уже как местные. Ладно. Значит, получается, что наш канал вас как-то привел к этой мысли. Объясните мне, как вы вдруг дошли до мысли о вот этой визе там? Почему вообще захотели уезжать? Что произошло? Потому что папа с мамой уже хотят в другую страну, и уже они не могут деньги получать из-за этой работы. Ну, это мне так мама сказала. Ну, такая, давайте теперь маму послушаем. Теперь маму послушаем. Давай. Очень много факторов, вы знаете, сыграло к принятию решения. Ну, прежде всего, конечно же, это зарубежные поездки, которые помогли построить такую картину, как у них, как у нас. Как они живут. Они это такое, знаете, образное, собирательное такое понятие. Да, вот как мы живем, как они живут. И вот как-то у меня запечатлелось, вот как-то запринтилась у меня в памяти. Такой один из решающих факторов, когда мы прилетели со старшим из Парижа, мы ему делали подарок на день рождения в Диснейленд, возили. И улыбающиеся, такие позитивные французы и так далее, и тому подобное, мы высаживаемся в Борисполе. И как-то так, как-то грустно, сразу грустно. Вот у меня в памяти запечатлелось именно эта картинка. В контрасте, да. В контрасте, да. Да, в контрасте. Почему решили? Я просто что хочу сказать, что я пытаюсь понять, насколько наш канал как-то вас куда-то толкал. Потому что, я думаю, или они, допустим, не думали ни о чем, а мы их куда-то толкнули. Или они уже толкнулись, пошли искать информацию и наткнулись на нас. Вот что касается мужа. Он оттолкнулся и дальше с помощью канала пришел к решению. А я начала канал смотреть с философской тетради, вообще, которая практически не касается вопросов эмиграции. То есть, так, опосредованно. Да, опосредованно. О жизни, об отношениях, о еще чем-то. То есть, я с этого начала. Он говорит, да посмотри эту часть. Я начала эту часть смотреть. Там уже свыше сотни видео. Я начал первый канал смотреть, потому что первый оттолкнулся я от этой жизни. Потому что по работе больше путешествовал я. Ну, как путешествовал? То есть, это была для меня работа. Это не путешествие, это труд. Работа, переводы. В принципе, я осуществлял и перевод каких-то слов. Если что-то не понимали доктора, я переводил им это. Поэтому я начал искать какую-то информацию о переезде. У меня появились друзья. То есть, тоже хотелось переездить. Да, у меня появились друзья, с которыми я начал общаться, иностранцы, по работе. И мы с ними сдружились. Поэтому я начал искать возможности. Тут получилось так, что ваш канал на YouTube нашел этот канал. Наткнулись. Да, наткнулись. И я аккуратно с Наташей... Да, мы вообще не думали о переезде, если брать там 3 года назад. Мы даже об этом не думали. Но потом как-то я начал работать в этой сфере. И потихоньку-потихоньку мы пришли к этому сами. Не то, что нас кто-то толкал. Но все-таки сами по себе события крымско-донбасские, они, я думаю, многих людей побудили к мыслям на эту тему. То есть, когда особенно обостренно чувствуется, что ты ничего не можешь сделать, что катится черт знает куда. И что вот дети, и надо как-то выживать. Крымско-донбасские события, на кого-то они повлияли, на кого-то не повлияли. То есть, мы пришли к этому, наверное, в комплексе, вот комплекс факторов, который был. Это и события, которые происходили. И наше понимание, сознание того, что мы можем дать возможности детям, и мы их не даем. Ну, я понял. То есть, вы на самом деле, на фоне этих событий, было еще кое-что, помимо этих событий. Ну, что же, хорошо. Ну, события, конечно, там повлияли, но не так значительно, как они могли. Давайте, я не буду вас мучить, я знаю, что вам еще дальше двигаться. Я знаю, что у вас подарки есть. Да, есть подарки. Давайте мы покажем, если они не секретные. Нет, не секретные. Нет, все, тогда показываем подарки. Есть подарки. Долго раз... да, Олег сказал. Красивые пакеты. Вопрос... С Украины пакеты? Да. Это украинская дизайнер, Гопчинска, она делает авторские и какие-то открыточки, и... Гопчинска. Какая-то с польской фамилии. Гопчинска. Гопчинска. Да. И какие-то пакетики. Да, Олег мне говорит... Гопчинский, допчинский. Что подарок на тебе. Вот что ты придумаешь, что мы и привезем. Так. Для меня, конечно, это было очень неожиданно, потому что у нас всеми этими вопросами папа занимается. И видео мне помогли. Потому что вы... У меня, естественно, первая мысль была какая. Ну, какой-то головной убор. Так. А потом в каком-то стриме вы говорите, не везите мне головных уборов. Похудел я. Похудел. Вот люблю я... Раздаю свою коллекцию. Да, вот люблю я минералы. Ой, у нас минеральчики. У нас минеральчик, причем... Кто-то спросил, а какой минерал в стриме? Вы говорите, вы знаете, сейчас люблю розовый кварц. Всегда любил. Вот, поэтому... Ну да, это же... Так давайте развернем, что же вы так... Давайте развернем. Зритель же не видит. Не видит. Это так мы перевозили ее. Запаковали нам ее. Ой, 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 ой. Да, да, да. Так чтобы... Розовый кварц, что мы не забрали. Это пирамидка, что ли? Камень любви. Нет, не ограненный. Понятно. Он имеет большую энергетику, нежели любая пирамидка, либо... Он какой-то лакированный какой-то. Это натуральный. Вот он с одной стороны блестит, с другой нет. Вот как его отсекли. Мы его сейчас покажем нашему зрителю. Вот, друзья. Как отсекли, так мы его извели. Как отсекли. А что, в Украине минералы добываете? Оказывается, да. Сами не ведали. Хорошо, спасибо. У меня на подоконнике там стоят разные. Сейчас добавим туда. Ну, и мы не могли приехать без магнитика. Так. Мы видим тут у вас... Ну, давайте прямо на холодильник. У меня был какой-то магнитик такой, типа I love Ukraine, что-то такое было. Да, есть. Есть он. Где он? I love Ukraine. А, вот есть, есть, да. И есть Харьков. И Харьков. Видите, у нас народ приходит тут, что называется, self-service, самообслуживание. Да, привозят. Вот из Швейцарии привезли там еще откуда-то. Из Израиля привозят. Из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. Откуда хочешь везут. Вот. Мы все в магнитиках. Мы едем в России. Мы едем в Россию. Еще бутылку открывать, да, или что там? Нет. Магнитик. Который? С матрешками. С матрешками. А, с матрешками. А, справа от него? Москва. Ну, давай, давай сейчас в Москву. Сейчас мы покажем Москву. Оп. Аккуратно. Давай, давай, ничего страшного. Не отвалиться, не боюсь. Вот. Вот, видите, Москва, она... Москва, Москва, говорит, в Питере пить. Почему в Питере? Вот и в Москве можно бутылочку там из-под пива открыть. Хотя, а что у нас с якорем? Наверное, это Питер. Это Питер. Написано Москва. Написано Москва. А, Москва тоже, это же порт Семи морей, друзья. Да. С Семи морей приехал, бутылочку открыл, и, пожалуйста, и пить. Можно в Питер не ехать. Так. Ну, давай обратно его туда повесим. Хорошо. Ладно. Давайте я вас тогда, значит, самое провожу. У меня есть теперь, друзья, свой сувенир для тех, кто на канал приходит. У меня теперь вот открытки, что я заказал, красивые, с нашими такими толстыми, ну, физиономиями еще, до похудательными. Так. Давайте мы покажем нашему зрителю. Так. Вот возьмите там руку. И вот покажите. У нас тут мы со Светой такие еще мордатые. Это вот. Да. Тут совсем мордатые. Но вот мы. Вот такие вот. Да. Открыточку подарим. Даже там чуть-чуть подпишем. Да. Пусть будет сувенир. Все. Счастливо, друзья. Спасибо. Пока. Помакали ручками. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова